И вороны, и птички, и цветы, и солнце. Жизнь продолжается, и в этот рождественский прекрасный день солнце сияет по-особому. Всех нас задержало на этой траве уже, можно сказать, три часа всей семьёй не на траве. Дети на траве играли, радовались, дрались. Всё, что можно делать за три часа, сделали, наделали, всё на месте. А мы смотрели, радовались, кофе пили, два стакана. Что ещё делали? Отдыхали. Уже четыре дня отдыхаем, можно сказать. Можно сказать, отдохнули. И какое же это хорошее, приятное занятие, этот отдых. Но, как говорится, пора работать, пора встретиться с вами. А то вы опять начали волноваться, опять начали искать, куда пропали, куда пропали. Куда мы пропадём? Или у камина сидели? Или возле камина? В общем, с Рождеством вас всех! И тебя с Рождеством! У него борода с прошлого года. Если спрашиваете, если побреется, значит, уже для него Новый год. А пока у него ещё всё. Старая, старая борода, старая жена, старый дом, старые дети. Имею в виду те же самые. Но слово старое нехорошо позвучало. Вы меня поняли. Аркава, ты почему в Каске? Ну, не понял. Вы подумали, понял, что спрашиваете. Я просто конфеты хочу. Конфеты мой дедушка тоже хотел бы. А я, пофе, хочу. Такой приятный чашка на стакан. Ну, чашка на канал, Экина-чан. Вам нужно срочно на работу вернуться, вы всё забыли. Нет, ещё хорошо общаюсь. Настроение хорошее. Сделала йогу. Под солнышком, на траве. Очень радовалась. Потом случайно. Ну, лилит, потом шпагат. Она такая флексибл. Шпагат приселась и услышали. О, молодец. Соседцы и мальчики смотрели, как мы шпагатились и йогились. Anyway, это нехорошо получилось. О, Элис, и зуб. О, этот мальчик хороший салат. I don't know. It's so fast. Салат детям. Жеми пуфе. Детям мороженое, бабе цветы из этой серии. Так, пуфе выпьем. И у меня сегодня идея есть. Не знаю, что получится. Но хочу такой маленький, красивый, рождественский столик устроить. Очень такой, лёгкий. Так что, этому быть. Я за салатом. Ты уже знаешь. I have the joke of a book looking like yomer yaga. Весна, а должна быть зима. Должна быть зима. Но самое главное, я смогла потерпеть и не попробовать эти сладости. Вроде бы сухофрукты или фрукты с орехами. Там и кактус, и груша, и инжир. Дочка один попробовала. Сказала, мам, очень сладкий. Но я смогла, выдержалась. И не села. Хотя и не хотела. Очень сильно сладкое есть. Итак, сначала глоток. Желание загадывай. Точно сбудется. Это так. Пойду нож принесу. Очень большие. Смотрите, какие куски большие. Интересно, какой кактус может быть в виде сухофрукта? Это не сухофрукта. Это, скорее всего, цукаты называются. То есть, из того, что поняла, дочка села. Вот как мед, сироп такой густой был крепкий, хотела сказать. Пойду нож принесу. И там еще должны быть какие-то орехи. Написано с орехами. На глаз показался. Или действительно дерево расцвело. Вишня, черешня. Что-то белое вижу. Подождите. Как могло на глаз показаться? Посмотрите. Два-три цветка. Может желание загадать. Загадываю. Вы тоже можете загадать. Вы и я вроде бы уже слились. И загадываем. Окей. Я загадала. И нужно, наверное, цветок съесть. Все равно фрукт не пока не выйдет из этого. Можно и цветок съесть. Очень вкусно. Чтобы сбылось. Лимоны. Никто их не сорвал. Мы срывали, когда лимонов совершенно не было. И какие они джюси. Сочные. Очень хорошие. Эти два остались. Ну, они цветут. Наверное, не сейчас. Они цветут. Интересно, да? Не ожидала. Там у нас, можно сказать, полноценная весенняя погода. Это я абрикосы хочу попробовать. Посмотреть. Нет, абрикосы нет. Окей. Будем ждать. Но дерево выросло. Очень даже. В общем, ничего интересного нет. Зато здесь картошка какая-то растет. Откуда? Кто посадил? Кто этот потерпевший? Ну, растет сам по себе. Вернемся к кофе. Я всегда вот так что-то делаю. И посередине этого иду совершенно в другую сторону. А смотрите, как карманзук вырос. Шервилл? Шервилл, по-моему, на английском. Даже не пробовала. Представим, что чистый. Ммм, какой вкусный. И так, сразу после зелени ароматной. Мне очень интересует вкус кактуса. И кусается ли он. Хорошо ли почистили. Что внутри? Ну, внутри кактуса семена бывают, которых нельзя даже сломать. Косточки. То есть, я вообще-то советую, кактус из-за этих косточек нужно кушать. Они вроде бы идут и желудок чистят. Какую-то функцию исполняют. Чиститель у нее. Посмотрим, есть ли там косточки или орехи, как написано было на пачке. Они тоже трудно режутся. Нет там орехов. Это косточки. Интересно. Никогда не подумала, что можно из этих кактусов цукаты делать. Ну, как говорится, тело мастера боится. Цукатчик все может превратить в цукат. А ты будешь пробовать. Ждет пока со мной все в порядке. Очень сладкий вкус кактуса. Совершенно отсутствует. Но сам по себе он ведь не ароматный. И не какой-то такой очень особенный на вкус. Вот и получился сладкий. Хочешь попробовать? Нет? Нет. А конфетку хочешь? Спасибо, я пешком поставил. Хочешь, чтобы я накормила и не сам? О, какие прихоти. Ой, тихо. Ну, уже иногда. Еще какой попробовать? Кактус меня очень интересовал. Интересная информация. Для тех, у кого растет этот кактус, у многих во дворах растет. Полным-полно. И я уверена, они даже не дотрагиваются. Скажем, после того, как однажды дотронулись. И на всю жизнь запомнили. Помните, когда вместе собирали? Мы вместе собирали, а меня потом эти шипы или занозы кусали. Красивый абрикос. Смотрите, какой красивый. Давайте удалю потом. Потом смотрите. Сладко начали наш рабочий старт. Это хорошо. Это к сладкому, чтобы сладко жили. Сладко общались. Думаю, там орехов все-таки они не положили. Было написано fruits with nuts с орехами. Наверное, имели в виду косточки. О, это не абрикос. Судя по косточке, это peach. Еще лучше. Персик. Больше косточки, чем персика. Вдали чувствуется аромат персика. Неплохой. Но очень сладкий. Плакать хочется. Но лучше кофе пить. Это с чаем. Подарок. Сухофрукты обычно. Не сухофрукты. Сухофрукты. Еще один попробуем. Тебе понравилось? Неплохой. Очень сладкий. Очень сладкий. Но если б очень сладкий не сделали, они испортились бы. Это что? Это, наверное... А, это абрикос. Но абрикос пробовать не будем. Что-то... Это, кажется, плесень на этом. Не знаю, какой фрукт, но... Видите, да? Не пробуйте! Мы хотим, чтобы вы долго жили. Не попробую. Просто хочу посмотреть. Там столько сахара. Думаю, это просто засахарился, скорее всего. Ага! Этот сахар. На сахар похож. Видите? Что сделался? Есть слово. Не засахарился, Евгина. Мы вам писали, вычитали и забыли. Кристаллизировался. В общем, орехи, они имели в виду косточки. Натс. Натс, косточки, это seeds. На английском. Я очень... Это слива. Обсутствует слива. Но вкус слива. Обхочешь попробовать? Он в руки не берет. Ничего сладкое, ничего липкое. И вчера Бек вафли кушал с сиропом. Чуть-чуть сироп на палец. Так, запаниковал. Я ненавижу. Им запретило слово ненавижу. Пользоваться. До чего же ему это не понравилось, что он нехорошее слово использовал. произнес. И пошел так, помылся. Такой нервный. Сказал успокойся. Маленький Арамчик. Гуд-бай. Гуд-бай, мой сын. Гуд-бай. Мы любим тебя. Пошел машину на мейнтенанс. Через несколько дней выезжаем. А муж перед каждым выездом. Если даже эту машину мы водили, скажем, 2-3 месяца. Сколько месяцев у нас эта машина? Корабль. Не знаю. Не знаю, но неважно. Выезжаем куда-то, они должны машину хорошо посмотреть, что-то менять, масло менять, наверное. Только масло. Месседж идет от машины. А? Она, машина нам прислала месседж, что измените, пожалуйста, мое масло. Поэтому, значит. Но все равно ты всегда проверял колеса. Не знаю, что делали. С той машиной с колесами что-то было. Он всегда их отправлял, в общем, на мейнтенанс. А у меня, знаете, идея есть. Не знаю, что будет. Хочу обрезать эти хвойные кустики маленькие. И из них сделать что-то, соединить с гранатами. Такой натюрморт, не натюрмортчик. Не знаю, штучек. Приготовить для стола, чтобы красиво смотрелось рождественский стол. Это у меня в планах. Остальное попробуем завтра, послезавтра. Потом закристаллизируемся. Не хотите. И еще хочу, чтобы мы вам что-то показать. Купили, купила, доставили. И очень волнуюсь. Chargers. Называются такие большие тарелочки, на котором ставят основную тарелку. Dinner plate. Но купила что-то не в моем стиле. Но очень подходящие к вилкам и ножкам. Посмотрим, что купила. Игина-чан, пейте кофе. Идите за Chargers. Арунджер, ты тоже угощайся. Ты тоже наш друг. Как мой дедушка начал пить кофе. Рассказывал, да? Дедушка так сильно форткал, что мы вздрагивали. Если не знали, что дедушка сейчас выпьет, он пугал нас. Мамин, папа, если спрашиваете, какой дедушка. И я пошла за Chargers. Это не помню что. Потом открою что-то тяжелое. А это, догадываюсь, наши тарелочки. Тарелочки, огромные тарелки. Привет, Ирина. О, там еще книга. Бэка. Я книгу показываю, но сама туда смотрю. Подождите, кажется, это не тарелки. Я книгу, что заказываете, даже не помните. На тарелке. Очень даже хорошо помню. Извиняюсь. Да, это не мой стиль. Но очень надеюсь, что хорошо подойдет. И на цвет стола очень хорошо подходит. Что-то в этом будь. Амбликацы очень любят эти Chargers. И столу придают очень такой изысканный вид. Для этого я и купила. Неплохие. Пойдем проверим сейчас. Но хочу и тот лящик посмотреть. Ни стеклянные, ни серамические. Не знаю, из какого материала. Из какого другого, не разбивающегося материала. Нам все такое нужно покупать нашими детьми. О, этих не ожидала. Писали, что заопаздывают. Еще купила сапоги зимние для снега специально. Ждали, ждали. Вчера написали. Кажется, ваш пакет потерялся. Значит, в босоножках поедем. Но для сына, для мужа и для Люсин покупала. Эти должны быть очень красивые. Ужасный звук из этого форма. О, какие маленькие. Не измерила, но десертные. Эти тоже хороший размер. Это не для повседневного использования. Скажу, маленькие десертные тарелочки у меня дефицит. Их у меня или три одинаковых, или два, или... Ну, даже четырех нету одинаковых. Что все были похожи. Красивые и нежные. Не написано, из какого материала. Не хотят, чтобы узнали. Ну, и серамические. Разбивающиеся. Восемь купила комплект. Ну, чуточку маленькие. Все-таки для десерта. Десертные покупала. Но после диннер. Эти, ну, очень маленькие. Диннер чуть поменьше этого. А, спасибо. Очень даже неплохой. Броден баттер. Хлеб испекла, скажем. Сбоку только разные масла. Чтобы маленькие. Чтобы место не занимало на столе. Окей. Зато эти весь стол заберут. Все. Довольно. В основном. Но желало бы, чтобы эти чуть побольше были. Не стандартный сайз. Помните, так проверяли тарелочки. А, кто проверял? Да, у нас киоск был. Разные такие вещи продавали. Специалисты. Ну, опытные. Кастомер всегда-то вот там пальцем проходили. Вспомнила. Далекие времена. Решила в этом году. Очень модный вопрос есть. Может, везде этот вопрос есть. Но здесь, в Америке, на каждый Новый год, все друг друга спрашивают. What's your New York? Ах, New York. Может, в New York тоже поедем. New Year's Resolution. То есть, что вы решили на этот год? Скажем, ваши планы, ваши желания. Что вы хотели изменить? Что-то новое. И очень модный ответ. Очень такой стандартный ответ. В основном все решают быть более организованными. Каждый год хотим более организованным. Но на этот год, мой Resolution, New Year's, хочу устроить год избавления. От всего, от всякого, от ненужного, от мелкого, от всего, что мешает, буду избавляться. И еще, еще что-то, год, не самосохранение, а самовспоминание. Буду помнить о себе. За эти четыре дня очень многое поняла, как же это важно, просто отключиться, просто посмотреть вовнутрь. Очень маленькие, может быть, что-то, но очень важное, чтобы... И само... Самосохранение тоже очень важное что-то. Так что, хотела бы узнать, а есть ли у вас какие-то новые, интересные, разные планы на именно этот 2022 год. Пишите, пожалуйста, если захотите. Интересно будет узнать. О, еще хочу сказать спасибо. Спрашиваю, что готовят на Рождество. Очень много, оказывается, очень много готовят. Должно быть 12 блюд, но в основном очень похоже меню на новогоднее. Так что у меня очень просто рождественское меню, удивитесь. Избавляюсь от всех ящиков. Беру все, что нужно. Сохраняю все нужное. Берегу все нужное. Муж за мной. Идем за кустами. Здесь, кажется, хорошие есть. Кстати, похоже выглядит, но это разный куст листья. То есть, ну, ветки разные. У этого хорошие ветки. Почему плачет девочка? А этот более такой... Смотрите, разные, ты или мне кажется? В общем, это неважно. Эгина, срывайте. Ребенок плачет. Не наш ребенок плачет. Те зеленее. Какие колючие. Думаю, хватит. Это тоже соберу. Ну, все. Идем работать. Уф, какой колючий. Хочу влажной салфеткой просто так разок пройтись. Все-таки на стол ставиться. А там у нас всегда пыль. Везде, во всем мире, во дворе. На свежем воздухе есть пыль. Ветки готовы. Здесь у меня салфетки Толис Раннер был. Дорожка была для стола. Взяла и отрезала на такие квадраты, чтобы отдельные салфетки сделать. Эти сегодня вспомнила. Красные подсвечники всегда. На Рождество или на новогодний стол всегда ставлю подсвечники. И наши гранаты. Спрашивали Эгина, почему не режете ваши гранаты? Сохраняла для этого дня. И гранаты как-нибудь использую. И походу уже посмотрим. Но сейчас этот красивый другой букет удалим. Сюда пока поставлю, но потом куда-нибудь другое место, потому что не считается, не соответствует с нашими цветами. Сначала головы три салфетки положу. Сейчас тоже хочу увериться. Удостовериться. Три хочу или два. Поскольку два подснечения. Подсвечники, Гене, кричим, не слышите. Сначала подсвечники положу. Сделаю то, что хочу сделать. Если не сочтется ничего для этого, этой части не смогу придумать. Ударю салфетку. Не могли найти красные свечи сегодня. Хотела или красные свечи с стеклянными подсвечниками, или белые свечи с красными. Так что наши белые используем. Правильно? Мы положила их. И как раз гранаты очень хорошо соответствуют этим салфеткам. Узор. Ну и красиво, по-моему. Ярко. О, цветы у меня есть. О, знаю, что сделаю. Не спешите. Возьмем наши кусачие, колючие веточки. Не хочу взять ни проволоки. Думала, на проволоку, наверное, соединю ветки. Но потом подумала, ах, Вегенай, ты любишь все быстро и коротко. А что они делают, эти звуки? Шламом что-то делают. У нас сейчас почти, можно сказать, лето. И вот так, вроде бы, такой веночек сделаем. Все. Но главное, чтобы вся эта зеленая часть была видна. Представим, это мы соорудили венок без проволоки, без соединений. Но вы можете даже чем-нибудь их присоединить. Я бы не присоединила. Что нам делать, Вегеная? Сказала бы. И вот так, нечаянно. Ох, здесь гранат упал, и здесь упал. Три граната пусть падают пока. Сколько нужно было, столько и сорвала, значит. Сюда так положу. У меня во дворе еще красивее были, но мало их. Люблю, когда все присутствует, что не сломленное. Сюда положу. Кажется, все. Это так, но что-то просит, вы говорите. Вегеная, что-то не хватает. Я знаю, что не хватает. Снега не хватает на хвойных кустах. И в руле снега у нас будут, опять забыла, как называются эти цветы. Свадебные цветы вроде в руле снега у нас будут. Пожалуйста, сидите спокойно. Это я деткам говорю. Один букет сто раз использовала. Разные букеты делала, по-разному, в разных углах ставила. А вот это здесь. Неплохо. Эгена, перестаньте. Вы опять цветы притащили. Как же вы не можете успокоиться без цветов. Без цветов. У меня нет успокойства. Подождите. Дайте хотя бы попробовать. У меня, как говорится, идея. Если не сделаю, ночью могу и не уснуть, как следует. Маленький, коротенький сделаю, если захотим. Скажем, какое-то блюдо принесли. У меня три блюда будет. Рыбу сделаю. Ну, рыбу обычно делаю. И плов из сухофруктов. Но дети плов из сухофруктов не едят. Для них сделаю простой плов и пирог с картошкой. Такой, большущий. И все. Это будет. Так что, имейте в виду, если на столе места мало, скажем, у вас там декорации стоят, приготовьте два-три блюда. Маленький туториал. Еще один. Ну, чтобы соответствовал нашим подсвечникам. Сейчас воду тоже добавлю. Я просто пробовала, как получится. Можно уже считать, что получилось. Можно, Егенетчан. Это шедевр, а не букет. Вы пишите. Посмотрим, посмотрим. Не мешает. Очень даже красиво станет себе. Никому не мешает. Свечи поставлю. Может быть, вечером еще что-нибудь придумаю, чтобы как-то осветить, засветить наш букетик. И продвинемся дальше. Сейчас хочу тарелочки тоже попробовать, как смотрятся. И не волнуйтесь, пожалуйста. Свечи общению нашему не помешают. Они достаточно высокие. По-моему, очень красиво. Скромно. И со вкусом. Лично мне очень понравились эти Уберон. Просто так нечаянно сюда упали наши гранаты небрежно. Сюда. Сюда. Три граната. Три граната. Хорошо. Все. Захотелось и на букетик немножко снега посыпать. А чарджерс очень красиво смотрится. Как будет чарджерс на русском? Тарелки. Подтарелочник может быть. Что-то в этом роде. Хочу попробовать. Скажем. Большие тарелки, думаю. Очень хороший сайз. Кстати. Это считается салатным. Да. Для салата. Интересно, как эти очень по стилю подходят. Но если под тарелочник или чарджер такой уж очень узорчатый, думаю, тарелка должна быть более скромной. Поэтому, по-моему, совершенно не сходится. И эта тарелка даже не сочлась. По размеру большая. Это стандартный диннер плейт. А вот это очень хороший размер для тарелки. Подождите. Представим, ждем гостей. Завтра действительно ждем гостей. Очень красиво. Это другой цвет. Это другой белый костный цвет. Это чуть по... По-друге. Ну, красиво посмотреть. Очень красиво. Но, если, скажем, пришли гости, здесь крохотная тарелка. Что им делать? Уберем крохотную тарелку. Да, эти поставлю. Эти поставлю. Пилки, ножки, стаканчики. С салфетками что сделать? Нет у меня красного цвета. Ничего. О, извините. Это у кого нету красного цвета? Я ожидала. Хотя мне очень нравится. Мне это слишком кажется. Окей. Попробуем сейчас все. Потестируем. С салфетками уже сказала. Долго нянчиться не буду. Можно или так. Чтобы спокойно себе сидели. Можно, скажем, если не хотите, чтобы салфетки... Очень хорошо подошли, кстати, эти... Чтобы не очень сильно начались. Можно просто так. Как будто соединили вилку с ножиком. Угу. Быстро-быстро. Сегодня Арнак с нами не ужинает. У него игра есть сегодня. Если спрашиваете, почему на шестерых, а не на семерых. Ну, все равно могу убедить хотя бы с нами две минуты. Вечером поздно игра. Чтобы хотя бы две минутки посидел. Подождите. Что-то меня толкает. Понянчиться с этими салфетками. Представим. Ваши салфетки не такие послушные. Они все время открываются. Эти очень хорошие, послушные. Подождите. Не спешите. Сейчас вернусь. Красивее будет смотреться. За мной, девочки. Представим. Они такие непослушные, как детишки. Нитками. Подождите. Нужно было сначала сделать, но я потом почувствовала. Такой маленький узелочек. Даже не надо бантик связать. Очень длинный получился. Удалим. И сейчас вы меня камнями. Ну, сейчас увидите. Красиво будет. Снежок. Со вкусом. Красиво. И очень даже, может быть, удобно. Но удобство уже не имеет значения. Гости пришли. Изумились. Этого хватит. Удобство пусть сами сосредотачивается. Что сделать. Что куда положить. Я уже решила. Эта нитка просто нехорошая. Крепкая очень. Есть у меня еще одна такая. Более... Ну... Подчиняется более. Берут эти спреи, туда воду добавляют и водой что-то воюют на полу или на асфальте. Довольно. И чтобы не писали... Ох! Как это неудобно. Гостям что делать с ниткой? Пусть в карман положат. Нитка всегда когда-нибудь пригодится. Нитки много не бывает. Вот теперь все. Довольно. Иду за фужерами. Экинэн это не стаканы. Это фужеры. Я думала сказать фужеры, потом подумала, а что если фужеры это какой-то другой стиль. Ну, это фужер, естественно. Пошла за фужерами. Маленькие стаканы не положу. Сегодня красное вино будем пить. О, сегодня решила, знаете, что открыть. Надеюсь, там красное вино. Очень надеюсь. Когда-то, давным-давно, мама прислала очень красивое вино на вид. Но не написано, какое это вино. Откуда? Ну, армянское вино. Нет, не написано. Красное. Это я тоже думаю, что красное. Мой дедушка тоже догадался. И как это открывают аром? Так. В общем, решили очень древнее вино открыть. Я решила. Пусть открывается наконец-то. Это будем пить. Дети, естественно, не пьют. А где другой фужер? Пропал фужер. Куда положила? Поднимала. Так. Все, обещаю. Это последний штрих. Закройте глаза. Откройте. Вечером красиво будет смотреться. Но здесь свечки будут гореть. А здесь... Не знаю. Что-то горит. Думаю, очень красиво получилось. Я довольна. Что-то интересное все-таки, надеюсь, передала. Встретимся за столом. Но фартуки не надо связывать. Связывать. И четвертся. У короля яблоко упало. В этом году решила. Пусть они сами берут то, что падает. я сама их буду целовать все упало яблоко значит нельзя кушать мы с бактериями дружим можно сказать их уважаем но это не важно что хотелось сказать за столом встретимся утруждаться не будем маленькие блюдечки буду готовить так что приготовьтесь будет рождество рождественский ужин будет это была всего лишь идея для рождественского стола берегите себя будьте здоровы и пусть будет побольше света тепла любви доброты нашей жизни увидимся свечи сожгу